Всем привет, друзья! Сегодня мы расскажем вам о высшем образовании в Европе. Ведь зачастую многие родители и дети не могут определиться с поступлением в образовательные учреждения. Давайте разбираться. Система высшего образования в Германии очень развита и находится на первом месте по уровню качества. Каждый студент сам составляет себе учебное расписание. В Германии нет привычного для русских студентов общего расписания лекций. Нет зачетной недели и даже сессии. Студенты выбирают предметы, которые хотят изучать и должны самостоятельно записаться на лекции и занятия. Благодаря гибкому расписанию студенты немецких вузов на разных предметах встречаются с другими студентами, выбравшими те же занятия. Именно поэтому они общаются с другими людьми со схожими интересами. В Германии изучаются только профильные предметы, нет никаких общеразвивающих. В среднем обучение в вузе длится 3 года, 6 семестров. За это время студент получает степень бакалавра. Ступени образования в немецких вузах. Бакалавриат 6 семестров. Далее магистратура 4 семестра. А после получение докторской степени. Такие специальности, как медицина, фармакология, юриспруденция, исполнительское мастерство музыкантов, не вписываются в вышеуказанную схему. Обучение на этих специальностях длится 10-12 семестров и заканчивается государственным экзаменом. Для учебы в немецком вузе студенту необходимо знать немецкий язык. Уже при поступлении от вас потребуется сертификат, подтверждающий ваш уровень знания языка. Он должен быть не ниже среднего. В основном обучение ведется на немецком языке, поэтому это вполне естественное требование. Однако обучение в Германии возможно и на английском языке, но, например, медицина, фармакология, юриспруденция преподаются в государственных вузах только на немецком. Если вы уже отучились несколько курсов в российском вузе и желаете продолжить обучение в Германии, то срок обучения может быть значительно уменьшен, так как многие дисциплины вам могут быть зачтены при правильном оформлении документов. Не только для русских, но и для всех студентов в Германии обучение в государственных университетах предоставляется бесплатно. Существуют студенческие взносы, но они не так уж велики. Размер студенческого полугодового взноса зависит от места обучения и составляет до 250 евро за семестр. А 30 до 50 евро от этого взноса – это оплата в студенческий профсоюз. В Германии существует множество стипендий, которые рассчитаны на определенную категорию студентов, например, для особо одаренных. Стипендии предоставляются как немецким студентам, так и студентам из других стран. Основной организацией, выдающей стипендии для иностранцев, является Германская служба академических обменов. Существует множество привилегий для студентов, имеющих европейское гражданство. В описании под видео вы найдете информацию о том, как получить бесплатную консультацию о возможности стать гражданином Евросоюза. К примеру, если родители и дети имеют европейский паспорт, то они освобождаются от необходимости оформлять визы, в том числе и на обучение в школе или университете. Срок оформления визы для учебы в Германии составляет 3 месяца. Европейский паспорт существенно снижает затраты на обучение. Большинство стран предлагает бесплатное обучение в государственных вузах. Практически во всех платных университетах стоимость у резидентов европейских стран значительно ниже, чем у иностранных студентов. Немецкие университеты помогают своим студентам найти стажировки, подработки и последующее трудоустройство, как в компаниях, так и в вузе. Общежития для студентов в специальных городках при университетах прекрасно оборудованы мебелью и бытовой техникой. По сути, это мини-квартиры на 2-3 человека с большими общими холлами, кухнями, комнатами для спортивных занятий. Стоимость места в среднем 150-200 евро в месяц. Большинство работодателей готовы принять на работу гражданина европейских стран, так как за иностранного специалиста придется выплачивать дополнительные налоги, а также спонсировать его визу, проживание и финансовые обязательства в родной стране. Наличие гражданства европейских стран дает неограниченное время для поиска работы после университета, ведь после успешного окончания немецкого вуза иностранцы получают право в течение 18 месяцев не покидать территорию страны с целью поиска работы. Если было интересно и занимательно, то нажми кнопочку подписаться на канал, чтобы быть в курсе новых видео. Круассан. Много вкусного контента.